Неделя на Дону. Напомним о важных и интересных событиях в студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. Временный водовод не подвел. Водоснабжение Зареченского микрорайона Белой Калитвы полностью восстановлено. Параллельно ведется работа для строительства нового дюкера. Почта сработала не по адресу. Газпромовские письма абонентам ушли на свалку. Почта нас заверила, что это единичный случай, что они распечатают и доставят всем нашим потребителям данные уведомления. Счастье подкрепляется материально. С нового года первые малыши будут обеспечивать себя сами, получая госпособие. Родился у нас 5 января. 3650. Мы уже набрали 200 грамм. Пьяны за рулем и ангелы-хранители, автоинспекторы, сотрудники ГАИ сняли профилактическую короткометражку. Ты не рассчитал скорость перед крутым поворотом, не справился с управлением и случилось то, что случилось. А тебе еще повезло. Тебе не было больно. Ты умер быстро. Гол, пас, драка и предложение руки и сердца капитан хоккейного Ростова Андрей Леонов устроил в рядовом матче нерядовой бенефис. Белые носороги черного цвета. Знакомимся с новоселами ростовского зоопарка Зеоном и Тыркелем. Мы приучаем его к звуку свистка, чтобы он на этот звук реагировал и мог, можно было им управлять и он мог сам заходить. Владимир Путин, возможно, побывает в Донской столице в начале февраля, сообщает информагентство Дон-24. Ожидается, что в ближайшие три недели президент побывает в восьми регионах. Помимо Ростова в маршруте главы государства Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Ульяновск. С нового года живем по-новому. В среднем на 445 рублей выросла с 1 января страховая пенсия неработающих пенсионеров. Размер новогодней индексации 3,7% выше показателя прогнозируемой инфляции, подчеркивает Пенсионный фонд, рассказывая о планах на 2018. Таким образом, теперь средняя пенсия по старости для неработающих граждан 12 977 рублей. Стоимость пенсионного балла 81 рубль 49 копеек. Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 4,1%. В августе Пенсионный фонд скорректирует страховые пенсии работающих пенсионеров. А ежемесячную выплату федеральным льготникам проиндексируют 1 февраля на 3,2%. Количество новорожденных 2 января во 2-й областной больнице вдвое превысило средний дневной показатель. Так радостно отреагировали малыши на новогодний подарок молодым родителям – пособие на первенца. До полутора лет такие дети будут приносить взрослым по 10,5 тысяч рублей в месяц. На пеленки, распашонки, памперсы и смеси уже планируют тратить ежемесячное пособие Люсины Яроян. Государственной помощи очень рада. Доход ее семьи 30 тысяч рублей. Под условия новой программы подходит. Пособие смогут получать семьи, которые зарабатывают меньше полутора прожиточных минимумов на человека. Прожиточный минимум в нашем регионе – 10 тысяч 501 рубль. Это и есть размер пособия. А семейный доход на маму, папу и ребенка не должен превышать 47 тысяч 803 рублей. Мальчика назвали Эдуард в честь дедушки. Родился он у нас 5 января. 3,650. Мы уже набрали 200 грамм. Новый закон распространяется только на рожденных в 2018-м. Во второй областной больнице Новый год начался родовым бумом. Сразу 27 мамочек родили 2 января. Хотя обычно в сутки бывают 12-15 родов. А декабрьские новорожденные своих мам все равно не расстроили. Беременные понимали, что роды – это процесс, который остановить невозможно. Поэтому никаких отрицательных эмоций не было. Роды вызывали всегда радость, приятные ощущения. Были пожелания, конечно, но если роды начинались, они заканчивались. Род благополучным, род разрешением. А всего за новогодние праздники в роддоме принимали роды 101 раз. Первенцами оказались 40 малышей. У Татьяны Пономаренко родилась дочка – Екатерина. Но это второй ребенок, уже есть сын. Так что эта семья претендует на другую форму господдержки – материнский капитал, который, кстати, продлили до 2021 года. Пономаренко на него очень рассчитывают. Материнский капитал можно распространить на строительство жилья. И хотелось бы вложить именно на эти цели денежные средства. В настоящее время мы проживаем с родителями. То есть для нас это будет очень большой старт. Катенька поможет родителям построить собственный дом. А еще с этого года материнский капитал можно получать на жизнь. Частями ежемесячно. Условия такие же, как на первенца – по 10 тысяч 500 рублей. Доход на троих меньше 47 тысяч 800. И пока ребенку не исполнится полтора года. А потом по прежним условиям госпрограммы – получить оставшуюся сумму. Это не дополнительная выплата, а из средств материнского капитала. И поэтому, если семья планирует использовать средства материнского капитала по каким-то основным направлениям, они должны понимать, что материнский капитал, его размер будет уменьшаться на ежемесячные выплаты. Для получения государственного пособия на первенца нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ, а с заявлением на получение пособия из материнского капитала – в пенсионный фонд. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Срочная помощь нужна 9-летнему Тимуру Тян. У мальчика поздняя стадия онкозаболевания головного мозга. Необходима операция по удалению опухоли. Болезнь обнаружили всего полтора месяца назад. Она быстро прогрессирует. Тимур уже перенес две операции, но на дальнейшее лечение нужны большие деньги. Средства для помощи Тимуру можно перечислить на карту Сбербанка. Реквизиты и номер телефона для связи с родителями на экране. Новогодние каникулы прошли без крупных происшествий, но под конец все-таки прорвало. В конце новогодних праздников остались без воды жители микрорайона Заречной Белой Калитвы. Там 6 января произошла коммунальная авария. Прорвало Дюкер, напорный участок водопровода диаметром 325 мм, проходящий под рекой Северский Донец. Пять дней коммунальщики, спасатели и военные решали проблему. И решили успешно. Подробности у Виктории Щетининой. Вчера вода была утром, а сегодня вот нету. Ну ничего страшного. Справляемся. Справляются и с приготовлением обеда, и с мытьем посуды, говорят жители микрорайона Заречный. Спасают ситуацию 9 специализированных цистерн. Подвозят питьевую и техническую воду к домам. Два дня давали водичку утром, на два часа давали. Потихоньку, хоть ниточка шла, но мы набирали. Было нормально, запасы какие-то были. А сегодня уже водички не было, и поэтому приходится набирать. А так хорошо, хоть везде подвозят. Пока жители микрорайона, а это 8 тысяч человек, учатся экономить воду, коммунальщики, спасатели и военные стараются решить проблему. Коммунальная авария произошла еще с 6 января. Осложняло ситуацию то, что порыв случился на водоводе под Северским Донцом на глубине двух метров. Чтобы найти место порыва, пришлось вызывать водолазов. Три дня ушло у водолазов на обследование водовода. В 8 метрах от берега отыскали порыв, но ликвидировать его не удалось. Тогда власти решили налаживать временное водоснабжение. Параллельно ведется работа для строительства нового дюкера. Приезжал потенциальный подрядчик, посмотрел. Сейчас ведет георазведочные работы, топосъемку. И в пятницу обещает нам приступить уже к выполнению работы. Чтобы восстановить поврежденный участок, военные организовали временную понтонную переправу. По ней специалисты ближе подходили к месту аварии и доставляли оборудование. Пока шли ремонтные работы, губернатор поручил проверить техническое состояние всех подобных водоводов по области. У нас есть анализ по дюкерам, которые также не имеют резервных водопроводов. Мы сейчас сделаем доп. анализ по всей области и дадим соответствующие предложения губернатору на ближайшие несколько лет. Для того, где надо разработать проектную документацию, где выполнить строительно-монтажные работы. Это чтобы мы с учетом планов, с учетом действующего состояния сетей водоснабжения на перспективу сработали, чтобы данные ситуации не повторились. Общими усилиями временный водовод удалось проложить, протестировать и запустить. Нормальный напор в кранах восстановился уже к вечеру 10 января. А новый дюкер обещают к концу месяца. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Белая Калитва. Не получил уведомления по почте, остался без отопления. Такое вполне возможно, если не по адресу уходят письма Газпрома. Несколько десятков отправлений абонентам о необходимости заключить договор на обслуживание газового оборудования нашли в Ростове на стихийной свалке. Здесь, на одной из свалок западного микрорайона города, конечно же, нет никакого отделения Почты России или абонентского ящика. Но именно тут, по странному стечению обстоятельств, оказалось сотня уведомлений для жителей Ростова от газовой компании. Официальные документы на помойке обнаружил местный житель. Сфотографировал и выложил кадр в социальные сети. Люди стали интересоваться, что же это за письма. Возникла версия, что это кто-то из нерадивых ростовчан решил таким образом избавиться от задолженности перед компанией. А оказалось в конвертах уведомление о необходимости заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования. В противном случае компания «Газпром Межрегионгаз» оставляет за собой право отключить подачу голубого топлива нарушителю даже в отопительный период. Такие жесткие меры необходимы, уверяют специалисты. В последнее время участились случаи отравления людей угарным газом. Почта нас заверила, что это единичный случай, что они распечатают и доставят всем нашим потребителям данные уведомления. Ну, что я могу сказать, что, конечно, нам настроение это подпортило, но почта является нашим надежным партнером, и мы надеемся, что данный инцидент больше не повторится. В почте России сообщают, все недошедшие уведомления уже восстановлены и доставлены всем адресатам. А виновника ЧП ждут суровые меры. По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого виновные лица понесут дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. В общем, ситуация, похоже, благополучно разрешилась. Почта России оперативно отреагировала на неприятный эпизод. Пользователи все-таки получили уведомления, а «Газпром» предупреждает абонентов. Лучше самим убедиться в отсутствии задолженности, чем ждать уведомления и заключить договор на обслуживание газового оборудования. Иначе можно остаться в морозы без тепла. Иван Полехин, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Во время бесснежных новогодних праздников в Ростове продавали главный атрибут настоящей зимы. Недешево, между прочим, 100 рублей килограмм. Представляете, сколько налепку снеговика понадобится? Разориться можно. По законам рыночной экономики у предпринимателей появились конкуренты. В соцсетях писали, к примеру, из Донбая привезу по 25 рублей, снега много. Я могу со старого холодильника так отдать, только самовывоз. А после праздников снег нашли на улице Киргизской. Но не тот белый и пушистый. Просто ночью ударил небольшой морозец, и вода, текущая по улице, замерзла. Но синоптики все-таки прогнозируют похолодание к Старому Новому году. Может, и слабый снежок бесплатный. И вот, что еще о событиях недели, расскажем далее. Пьяны за рулем и ангелы-хранители, автоинспекторы, сотрудники ГАИ сняли профилактическую короткометражку. Я не рассчитал скорость перед крутым поворотом. Не справился с управлением, и случилось то, что случилось. А тебе еще повезло. Тебе не было больно. Ты умер быстро. Гол, пас, драка и предложение руки и сердца капитан хоккейного Ростова Андрей Леонов устроил в рядовом матче нерядовой бенефис. Белые носороги черного цвета. Знакомимся с новоселами ростовского зоопарка Зеоном и Тыркелем. Мы приучаем его к звуку свистка, чтобы он на этот звук реагировал и мог, можно было им управлять. После рождественского корпоратива нетрезвый мужчина сел за руль и попал в смертельную аварию. Но с небес на землю погибшего возвращают ангелы-хранители-автоинспекторы. Таков сюжет игровой короткометражки, которую в профилактических целях сняли сами сотрудники ГИБДД. Братик, ты бы себя тоже вызвал, друг отцы по дороге. Да ну я что, просто так за него кредит плачу. Громкая музыка и отличное настроение прерывается встреча с экипажем ГИБДД. Только водитель еще не знает, что только что разбился в ДТП. И сейчас его остановил небесный патруль. Командир, ну может как-нибудь договоримся. Но договориться с такими сотрудниками невозможно. Мужчина узнает, что погиб в аварии. Теперь смотреть на жену и сына он может только через стекло. Я не рассчитал скорость перед крутым поворотом. Не справился с управлением и случилось то, что случилось. Но тебе еще повезло. Тебе не было больно. Ты умер быстро. Как и все служители высших сил, небесные полицейские обладают сверхспособностями. И помогает герою перемещаться в прошлое и будущее. В честь Рождества, получившего урок погибшего, воскресили и вернули на землю. Исполнитель главной роли – начинающий актер. И это его дебют. К съемкам готовился серьезно. Репетировал перед зеркалом и наблюдал за пьяными. Сам в жизни нетрезвым за руль не садится. У нас с отцом вообще как-то был разговор, когда только права получал. И он сказал, что не дай бог, я вот когда-нибудь тебя за этим делом застану. Как бы это... До того, что ты мне больше не сыт. Познакомили меня с сценарием. Почитал, я так в себе его перерабатывал. И первого числа вышел на работу. И утром несли службу, остановили нетрезвого водителя. Оформляли, оформили его. Ну и в процессе оформления один из понятых сказал такую фразу. Говорит, ну продолжайте спасать и дальше людей. При съемках не обошлось без курьезов. Например, для этой сцены в машине пришлось сделать два десятка дублей. Помнишь, да, этот момент? Да, да. В процессе диалога бровью дернул. И мы начали очень долго смеяться. На реальных городских дорогах пьяные водители ведут себя по-разному. Кто-то пытается убежать, кто-то за рулем оторваться от машины ГАИ. Есть и те, кто вину признает. Но это не кино. И если что, перенестись в прошлое или будущее не получится. А вот сделать чудо и предотвратить аварию может каждый водитель. Зачастую бывают ответственные участники, звонят на телефон 102 и передают информацию о подозрительных водителях, которые, скорее всего, управляют автомобилем. И вы знаете, вот именно в 60% таких случаев подтверждается информация. И за это отдельное спасибо именно вот этой ответственной социальной аудитории граждан, которые помогают нам. В прошлом году в Ростовской области по вине пьяных водителей произошло 424 аварии, в которых погибло 119 человек. И вернуть их на землю некому. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Носорог – крупнейшее сухопутное животное земли после слона. И теперь его можно в подробностях рассмотреть в ростовском зоопарке. На Дон из Израиля переселились самые крупные представители семейства – белые носороги. Хотя, как ни странно, это смотрится, кожа у них черная. Вот он, мощный белый носорог весом 2,5 тонны. Только почему кожа черная? Ни одного белого пятнышка. Может, название из-за светлого рога? Или когда-то его предки были светлыми? Нет, просто англичане переделали название вида по звучанию. Голландское «широкий» и «широкомордый» звучит, как английское «белый». Отличие между черным и белым носорогами – широкая и плоская верхняя губа. Она приспособлена для поедания низкой травы. Животное скусывает ее у самых корней. Зимой увидеть можно только одного носорога – молодого самца Теркеля, потому что для просмотра оборудован только один вольер. Между животным и посетителями – стеклянное ограждение. Оно и пропускает шум, который может разозлить животное. К тому же стекло защищает носорога от любопытных и щедрых гостей. А гостей – от резкого и еще дикого животного. Теркель и Зион жили в сафари-парке Рамадган в просторном вольере и мало контактировали с людьми. Сейчас они отходят от перелета и привыкают к новым зоологам. У нас есть специальное небольшое помещение, которое называется «перегонка». Заходит он сюда на еду и одновременно мы приучаем его к звуку свистка, чтобы он на этот звук реагировал и можно было им управлять, и он мог сам заходить. Носорогов нашему зоопарку подарили. В Израиле самцов стало слишком много. Они стали сильно конфликтовать и драться между собой. В Ростове нужно было создать им комфортные условия. Это и требования к толщине труб, к высоте, к ограждениям, к полам, к температуре воздуха зимой, в помещениях зимних, к площади летних вольеров. Поэтому мы выполнили все условия и после этого получили согласие на передачу животных. У носорогов по два вольера – летний и зимний. Летний по площади даже больше, чем рекомендуется. Летели носороги на борту грузового самолета. Так животные прибывают в наш зоопарк впервые, обычно в грузовом отсеке. Животные с контейнером весили 9 тонн. Теркель молодой, ему 5 лет. Зиону целых 30. А вообще живут они лет до 40. Едят носороги только растения. Сейчас они получают кроме сена, как сухой травы, различное сено в разных видах. Обычное луговое сено, а также витаминизированное сено люцерны бобовых культур. Ну и еще они получают небольшое количество молотого зерна, овощей. В природе носороги живут группами – и самок, и детенышей. А самцы обычно отдельно. Так что новоселов в летнем вольере будет разделять забор из толстых труб. И в будущем, возможно, забор уберут, если животные не будут конфликтовать. В вольере есть место для разгона. Кстати, скорость они развивают до 40 километров в час. Будут здесь и грязевые ванны. Грязь защищает кожу от солнца и паразитов. Евгения Слинкина, Юрий Санкин. Дон-24. Ростов-на-Дону. Сделал голевую передачу, подрался, забросил шайбу на последних секундах и на радостях сделал предложение своей девушке. Капитан хоккейного клуба помог нам запомнить первую рабочую неделю 2018 яркими спортивными моментами. Хоккейные, а также гонбольные и футбольные новости в пятидневке расскажет Лев Клинов. Спасибо, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые друзья. Начнем с футбола. Готовность Ростова ко второй части чемпионата страны проверят румыны. Накануне наш клуб отправился в турецкий билег на первый зимний контрольно-тренировочный сбор. И уже известны соперники подопечных Карпина в товарищеских матчах. Встреч будет две и обе с румынскими клубами. 18 января соперники ростовчан Политехника, идущая в чемпионате страны на восьмом месте. И 22 января действующий чемпион Румынии Виторул, сейчас занимающий в таблице шестую строчку. Канатбольный Ростов-Дон начал 2018 год игрой в Буденновске против местного Ставрополья СКФУ. Девушки с берегов Дона разобрались с менее мастеровитыми соперницами без проблем. 34-24, хотя себя после этого и покритиковали. Смазное начало, смазная концовка. Можно следовать на то, что под нагрузкой, но не буду. Я думаю, что взрослые девочки просто наошибались много. На чего это первый матч, после праздников исправимся. Еще время есть, будем работать, будем справляться. Все будет хорошо. Вернувшись в Ростов, донские красавицы вместе с главным тренером ответили на вопросы журналистов в пресс-центре Дон Медиа. Конференция была посвящена итогам декабрьского чемпионата мира и будущим матчам клуба в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Сераба Дембеле чемпионка мира 2017 вспомнила, что не хотела играть в финале со сборной России, которую считает по индивидуальным качествам игроков лучшей в мире. А Юлия Моногарова объяснила, почему не удалось противостоять норвежкам. Были проблемы некоторые с левыми полусредними у нас в команде, не было замены, у нас только один молодой игрок был. Наверное, этого нам не хватило. И какая-то, наверное, психологическая была такая давка на то, что, наверное, после Олимпиады, то, что хотели, наверное, реванш норвежки, естественно. Гол, голевая передача, кулачный поединок и предложение выйти замуж. Так максимально разнообразно провел капитан хоккейного Ростова Андрей Леонов второй домашний матч с юниорами из Кургана. Общий счет двух встреч 8-4. В первой Кондоры победили минимально 3-2. А вот бенефис Леонова начался с голевой передачи. В начале второго периода капитан ввязался в кулачный бой один на один, хотя и не слишком жесткий. Соперники ограничились стягиванием свитеров и получили по 5 минут штрафа. Отдохнув, Леонов вернулся на первый план и поставил в матче сразу две красивые точки. Для разгона капитан по бильярдному отправил шайбу в пустые ворота. На последних секундах курганцы пытались спастись, сняв вратаря. А напоследок после финальной сирены сделал предложение своей девушке. В итоге 5-2 в матче и кольцо на пальце невесты. А нам остается пожелать вам отличных выходных. Будьте здоровы! Акция телеканала Дон-24 «Собаку-футболяку домой забирайка» набирает обороты. Собака-футболяка по имени кукла, которая участвовала в нашей акции перед новогодними праздниками, уже привыкает к новому дому и заботливым хозяевам. Какие большие усы у нас красивые! А какие у нас красивые усы! И любопытно, что же там за камера? После встречи с видеокамерой в жизни куклы начались перемены. Историю несчастного животного мы рассказали в эфире нашего телеканала. И первые дни Нового года собака провела с новой семьей в собственном доме. Злоключения куколки уже закончились. Она почти неделю находится в новом доме. Адаптировалась быстро и уже здесь чувствует себя полной хозяйкой. Где ежик у тебя? Где ежик? У куклы травмированы задние конечности. Девочка долгое время жила на улице. Потому никакой ветеринарной помощи ей вовремя не оказали. Лапки срослись сами по себе. Но для новых хозяев куклы это стало ключевым фактором, чтобы поскорее забрать хвостика домой. Мы решили, что у нас их будет жить лучше, чем в центре бездомных животных. Для нас это члены семьи. У нас всю жизнь были собаки. Всегда меньше трех собак не бывало. Старожилы Дина и совсем не страшный Люцифер не сразу подружились с новым обитателем дома. Первые дни принюхивались и присматривались. А теперь не разлей вода. Вместе спят, едят и даже играют в футбол. Амбициозная кукла, несмотря на больные лапки и миниатюрные размеры, пытается возглавить собачью команду и завладеть мечом. Ни в чем не уступает. То есть точно так же с ними бегают, играют. Она даже и не замечает. И они не замечают это. То есть живет нормальной собачьей жизнью. Да? Да, 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 да. Мухины не расстаются со своими питомцами даже на отдыхе. Каждый год вместе ездят на море. Отец семейства – человек военный. Главное собачье качество – преданность ценит превыше всего. Потому собакам, которые прожили в семье по 10 и даже 20 лет, присваивают звания и одевают их в военные мундиры. Поскольку он с нами прошел все горячие точки и везде со мной ездил, то он уже в форме генералиста изображен. Кукла в семье военных совсем недавно. И, судя по выслуге лет, пока побудет в звании рядового. Но хочется верить, что в стопке семейных портретов заслуженных собак семейства Мухиных она тоже появится, как минимум, с генеральскими погонами. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. А мы продолжаем знакомить телезрителей с очаровательными собаками-футболяками, которые ищут дом. А дай лапу. Ой, какая лапа. А дай еще. Ой, какая лапа. Пегас знает команду рядом сидеть, целоваться и даже умеет летать. Имя ему дали в честь греческого крылатого коня. В молодом песике столько энергии, что даже самый высокий забор для него не преграда. Еще щенком и скусанного собаками Пегаса со строки забрали волонтеры. Как в память о тяжелом детстве на правом глазике осталось бельмо. Но зрение у пса отменное. Пегас уже полтора года живет в приюте, но жизнелюб с греческим именем уверен. Скоро миф станет реальностью и он полетит навстречу к своей новой семье. Если вам приглянулся Пегас по телефону, указанному на экране, можете позвонить. Увидеть всех собак-футболяк, мечтающих найти дом, можно на нашем сайте don24.ru. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи через неделю. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова